Сибирские города Мы поговорим с членом Центрального совета Российской экологической партии Петром Черногривовым Петр Николаевич, здравствуйте В целом, по ситуации с загрязнением воздуха в Сибири Как мы оцениваем ее на сегодняшний день? Она достаточно неоднородна Она очень неоднородна Если говорить по регионам Это одна ситуация У нас в Томске достаточно много Но это в основном за счет деятельности нефтегазового комплекса Но здесь ситуация, скажем так, много лучше Город чистый Наверное, это самый чистый город сегодня По атмосферному загрязнению в Сибирском федеральном округе Ну а грязный, наверное, это там Где у нас на сегодняшний день Сохранилась и действует промышленность Что хорошо, но плохо Но это в основном металлургии Наверное, это Новокузнец Но по Сибири ежегодно, с каждым годом Идет очищение или наоборот усугубляется ситуация? Наибольшая динамика По улучшению атмосферного возраста В городах Это была, скажем так, до 2000-го года Когда существовала первая госком экология И при госком экологии была сеть экологических фондов Российской Федерации И деньги, хотя там деньги были меньше Значительнее, чем сейчас Но эти деньги, которые собирали С предприятий за загрязнение окружающей среды Как ранее и теперь Они были целевые Они через экологические фонды Шли только на выполнение природоохранных мероприятий С тех пор, как экологический фонд ликвидирован То эти деньги стали нецелевые Куда они расходуются, никто не знает По-моему, 60% идет в муниципалитет Там, где идет загрязнение То есть у головы попадаются эти деньги И он, глава администрации Он думает, куда эти деньги направить Или не думает, куда их направить Просто у него идет в рочь И они расходятся Если у него никто не может сказать контроль Куда делать деньги Значит он свободен Значит он по своему усмотрению И второй очень существенный момент Был в настоящий момент Ликвидированная система Государственной экологической экспертизы Экспертизы вроде как есть номинально На самом деле ее нет Потому что самое главное, что в ней было Это экологическая экспертиза Проектной документации То есть тех объектов, которые должны быть построены Значит инвестор должен доказать Что это безопасно Что он соответствует всем нормативам После получения положительного заключения экспертизы Объект вводился в эксплуатацию Или после его реконструкции Ну а на сегодняшний день Какие актуальные методы борьбы с загрязнением Существуют и достаточно ли их сегодня? Ну вот мне опять-таки доводилось быть Одним из разработчиков федерального закона Об экологическом аудите Это очень хороший механизм Который позволил бы Прийти на смену экспертизы Томской области Первый субъект Не только в Сибирском федеральном углу Но и в Российской Федерации Где такой закон был принят Вот разработан Но в силу того, что федеральная часть отсутствует Он в этой части практически не действует К большому сожалению Это был бы механизм И все-таки мы говорим о том Что предприятия не исполняют Как таковой закон Экологический, если можно так назвать Не обращают внимания Игнорируют Или придерживаются других правил Нет, но предприятия Они работают К ним на самом деле претензий-то нет Предприятия работают В том нормативно-правовом поле В котором им полагается работать Вот это вот нормативно-правовое поле Оно никакое Оно требует большей разработки А я бы на предприятии Сильно бы не Скажем так Не наезжал Им и так тяжело А на кого бы наезжали? Я бы наезжал на тех На тех людей Которые должны это нормативно-правовое поле Формировать Это Государственная Дума Российской Федерации А если, например, говорить об убеждениях Нашей общественности Многие полагают Что если переехать в деревню Переехать в село из города Где воздух чище Где воздух свежее То и для здоровья полезнее И так далее Вот если сравнивать наши населенные пункты Вот можно ли придерживаться этого стереотипа Что город грязнее? Ну конечно Посмотрев к участию мы говорим Если мы говорим по фактору атмосферного загрязнения Конечно невозможно сравнивать Поезжайте в деревню Покупайте дома Живите У вас будет нормальный воздух У вас будет чистая вода Надо понимать, что у нас потери воды Из той, что выкачивается То, что доходит до кранов Более 50%, почти 60% Этой воды теряется Это катастрофа Беда всей России Это пожары Когда мы периодически задыхаемся от этого Это не автотранспорт Это не промышленность Это смог Это другая аспекта Мы живем в городах, но мы зависим Как тогда можно самим себя обезопасить Это загрязнение окружающей среды Можно ли это сделать? Ну так, как каждый гражданин может и должен Это по возможности пить чистую воду По возможности больше гулять в тех местах, где гулять возможно Петр Николаевич, спасибо вам большое за беседу Напомню об экологической ситуации в Сибири О том, как сегодня можно и нужно бороться с загрязнением воздуха Мы говорили с членом Центрального Совета Российской экологической партии Петром Черногривовым Петр, спасибо еще раз большое Спасибо